Вот такая функция y равно кубический корень из x в точке 0 Да? Вот как выглядит график Ну, как-то так, да? Кубический корень Вот у него в нуле касательной является ось y Касательная вертикальная Если вы будете строить всевозможные секущие, как мы делали на том рисунке, то это будет очень хорошо видно Так как точка приближается к началу координат, то секущая будет приближаться к возникальному положению Кстати, чему тут равна производная в нуле? Ну, это вы говорите не в нуле, а в точке отлично от нуля Да, то есть вот, ну, дифференцировать, мне кажется, все умеют Это будет 1 на треть, 1 на x в степени 2 трети И вот эта формула, наверное, в любой точке, кроме нуля Ну, то, что делить на ноль мы не можем Да? Но в точке ноля что надо делать? Значит, вот эта x и не равна за него? Так, я не буду писать Вот, смотрите, что я делаю Производная вот этой функции в точке ноль Если мы вот здесь устремим x к нулю, то мы найдем предел производной Да? То есть мы найдем не значение производной, а мы найдем предел производной Это, ну, предел и значение — это разные вещи Тем более вы хотите сказать, что он бесконечный То есть это явно не про непрерывность производной Поэтому, ну, как вот здесь действовать? Если формула для производной не работает в нуле Но у нас есть определение Давайте вот это посмотрим Что тут надо сделать? Надо писать предел отношения В знаменателе превращение аргумента В числителе что? Превращение функции в нуле То есть значение функции в точке x ноль плюс дельта x Где x ноль равно нулю будет вот такое Минус значение функции в точке x ноль Которое равно нулю Да? Кубический корень из нуля это ноль То есть вот по определению Ну и вот этот предел вы понимаете Что мы тут кубический корень из дельта x сократим И останется в знаменателе дельта x в степени две трети Да? То есть в числителе единица Внизу бесконечно малая Причем положительное то, что две трети Там вначале квадрат и потом корень Вот этот предел равен плюс бесконечности Да? То есть вот по-честному взяли нашли предел Это значит, что касательная вертикальная Ну предел равный минус бесконечности тоже где-то вертикальная Опасательная Это тот вопрос, с какой стороны к этой вертикальной будем подходить То есть если строить секущие Да вот здесь мы видим, что любая секущая У нее будет положительный угловый коэффициент Да? И когда вот этот x устремляем в нулю Вот этот положительный угловый коэффициент Он стремится к плюс бесконечности Так, ребята, это понятно? Угу, хорошо То есть будьте аккуратны с какими-то формулировками Типа если есть касательная, то функция дифференцируема Да? Аккуратнее Вот у нас пример только, что касательная есть Вертикальная и функция не дифференцируема Если нет предела, который для производной Ну да То есть если производной не существует В том смысле, что не существует вот этот предел отношения А, в этом смысле Значит у вас будет две касательные Левосторонние и правосторонние Я как вас хотел об этом говорить Итак, вот прежде чем мы перейдем к свойствам производной И к правилам дифференцирования Еще одно определение Вот этот маленький раздел, который касается определений Определим понятия односторонних производных Значит, будем их называть производной слева и производной справа Или левосторонние производные и правосторонние производные Итак, левосторонние и правосторонние производные Обозначать их будем Либо Либо вот такое обозначение Либо еще бывает вот такое обозначение Вот это обозначение не очень удачно Потому что оно выглядит как левосторонний предел производный Но тем не менее его используют именно для левосторонней производной Но надо что делать? Надо в определении для производной рассматривать только левосторонний предел То есть предел отношения превращения функции к превращению аргумента При превращении аргумента стремящимся к нулю слева Ну и аналогичным образом правосторонняя производная Это уже обозначение либо R штрих с плюсом Либо R штрих в точке X0 плюс 0 Это соответственно предел справа Отношение превращения функции к превращению аргумента Ну и вот возможная ситуация, о которой спросили только что Может ли такое быть, что эти пределы существуют и разные? Такое может быть, что можно какую-нибудь функцию Да, кстати, модуль X хорошая функция Нет, где на X там в нуле функции не остановят Нет, нет, там в нуле нет значения То есть там мы даже не можем их определить Нет, ну я могу просто нарисовать что-то Не знаю Вот какую-нибудь такую функцию Да, а у функции X равна констанция Это прямая... X равна констанция, это не функция Ну, функция, это когда одному их Каждому их же единственный Y Ну вот, вот что-нибудь такое, да? Вот у нас слева касательная Вот так проходит, а справа вот так Да, вот у вас два разных угловых коэффициента касательные Пожалуйста, такое может быть Вот хороший пример модуль X Да, вот там тоже Разные касательные Девосторонние и правосторонние В случае, на самом деле, нет производной точки Да, да, в этой ситуации производной точки нет Потому что, ну вот, односторонние пределы для производных, да, они различны То есть в этой ситуации функция не дифференцируема Но мы можем говорить про односторонние производные Да, и как-то там с ними работать и что-то делать Но дифференцируемости нет Если функция сама точнее пределы неопределена, то мы не можем вот эти пределы определить Потому что превращение функции Это разность fx0 плюс dx минус fx0 Если fx0 не существует, то мы даже говорить про это пределы не можем Да, да, то есть если функция не определена, то мы даже не можем говорить про производную Поэтому, да, производная рассматривается только в точках, где функция определена И даже более того, в точках предельных для области определения Да, то есть функция должна Мы должны иметь возможность строить вот эти пределы Да, то есть мы должны иметь возможность подходить к точке К точке x0, да, по каким-то последовательностям То есть x0 должна быть предельной точкой области определения Так Все-таки еще один пункт, да, прежде чем мы перейдем к правилам дифференцирования Давайте это как лемму Лемма, которая связывает дифференцируемость и непрерывность функции Как вы думаете, как они связаны? Непрерывность функции в точке и дифференцируемость функции в точке Если функция дифференцируема, то она непрерывна, но обратная неверна Значит, лемма о связи дифференцируемости и непрерывности Если функция дифференцируема в точке x0, то тогда она непрерывна В точке x0 и только в одну сторону Обратная неверна, из непрерывности не следует дифференцируемость Чаще всего пример приводит функцию модуль x Или вот эта функция, пожалуйста, то, что у меня нарисовано, она непрерывна У нее разрывов нет, но в точке x0 дифференцируемости нет То, что делаем правые производные, они разные Ну или модуль x, если хочется конкретную функцию указать Доказательство здесь очень простое Говорим о тех, видно и все Но на самом деле надо определение дифференцируемости взять Что дельта f в точке x0 Давайте я распишу, что это такое Это значение функции в точке x0 плюс дельта x Минус значение функции в точке x0 Представимое в виде А на дельта x Но что такое А мы знаем? Это производная Так что их в точке x0 Нажим на дельта x плюс у малая дельта x При дельта x, стремящемся к 0 То есть вот это нам дано Функция дифференцируема в точке x0 Что значит, что она непрерывна? Мы как-то описали с вами Такое равносильное условие непрерывности Что если дельта x устремить к 0 То дельта f должна устремиться к 0 Помните? Ну, кто помнит, может прямо здесь это увидеть Давайте в этом равенстве устремим дельта x к 0 Ну тогда, да, вот здесь бесконечно мало умножится на какой-то Число Вот это тоже бесконечно малое Но вот у вас значит дельта f стремится к 0 Ура, получилось Ну и если вам каким-то причинам не нравится вот это условие Ну, смотрите вот на эту разность Да, на дельта x устремляем к 0 Тогда вот эта разность стремится к 0 Но вот это число И тогда у вас f в точке x0 плюс дельта x Будет стремиться как от x0 То есть предел значения функции в точке Правен значению функции в точке А f3 у нас это ограниченная производная от x0 Другой бесконечности? Главное множество бесконечности? Нет, стоп! Окей? Да, то есть это просто следует сразу из определения Итак, 0 я напишу на дельта x стремится к 0 Следовательно, дельта f от x0 стремится к 0 Да, и вот это уже означает непрерывность Так, ну теперь наша задача на сегодня такая Нам нужно научиться работать с производной То есть сформулировать и доказать правила Дифференцирования арифметических операций С этим вы, конечно, знакомы Но это будет несложно А также производная сложной функции Производная обратной функции Производная функции заданная параметрически И, наверное, мы успеем начать какие-то французские теоремы Мне кажется, мы должны начать Так, ну тогда параграф Ну давайте так, правила дифференцирования Правила не всегда войдут как дифференцирования арифметических операций Так как все остальное, что часто возникает Сложная функция, обратная функция Так, ну что теорема? По дифференцировании арифметических операций Берем две функции fg Дифференцируемые в точке x0 Да, это автоматически означает, что они заданы В этой точке, и что x0 является предельной точкой Их области определения Тогда Ну вот здесь Такие глобально два утверждения Арифметические операции с этими функциями То есть сумма разность Произведения и частная В случае, когда мы делим не на ноль Будут тоже дифференцируемыми функциями И для их производства будут выполняться какие-то формулы Давайте тогда так Тогда f плюс g Я не буду минус писать, минус будет следовать Из Да, вот этой комбинации Значит, сумма произведения И частная При условии, что же x0 не равно нулю Вот эти функции дифференцируемы В точке x0 И Выполняются следующие формулы Да, дифференцируемы, значит Производное существует Ну, формулы какие? Производная сумма Равна сумме производных Производное произведение Не равна произведению производных Да? Равна вот такой конструкции f' на g плюс r на g Да? Знакомая формула? И производное частного Точки x0 Ну, тоже формулы вы знаете В знаменателе g2 В числителе f' На g Минус r на g Да, и все карточки x0 Да, и в третьем пункте Мы требуем, чтобы g от x0 Не равнялось 0 Понятно, почему Нам достаточно требовать Только в точке x0 Значение отличное от нуля Да, раз функция g дифференцируемая Значит, она и непрерывна Значит, если она в самой точке Отлична от нуля То и в некоторой окрестности Она тоже отлична от нуля Поэтому мы можем вот эту функцию Рассматривать Так Ну Что у нас есть? Я пишу сейчас определение Того, что функция f и g Дифференцируема в точке Значит, я не так Еще раз поясняю Что это такое Это есть f' От x0 На delta x Плюс у малая На delta x То же самое Для функции g Что теперь сложим, да? Ну да Давайте сложим Ну, вернее так Почему нам надо складывать? Да, вот нас интересует Функция f плюс g Давайте тогда поймем Чему равно превращение Функции f плюс g В точке x нулевое Ну, что такое превращение Функции f плюс g Это значение функции f плюс g В точке x0 плюс delta x Нинус Значение функции f плюс g В точке x нулевое Да? Ну, что такое Значение функции f плюс g В какой-то точке Это f в этой точке Плюс g в этой точке Ну, и здесь то же самое f в точке x нулевое Плюс g в точке x нулевое Ну, теперь скомпонуем Так, чтобы было f в точке x нулевое плюс delta x минус f в точке x нулевое И плюс g в точке x нулевое И плюс g в точке x нулевое плюс delta x минус g в точке x нулевое И действительно мы видим, что это сумма Преращений функции f плюс g То есть, превращение суммы двух функций Равно сумме превращений Ну, и теперь подставим Да, вот то, что мы знаем Про превращение функции f Преращение функции g То есть, ну, сложим, да? Первые два равенства И мы тогда получим f в точке x нулевое Я сразу delta x минусу Плюс g в точке x нулевое Это умножается на delta x Ну, а сумма двух уголок Это одно уголое Да? Какое-то новое Итак, что получается Преращение нашей новой функции Равной f плюс g Представимо в виде Некоторое число Умножить на delta x Плюс о малое delta x При delta x в точке x нулевое То есть, у нас выполнено определение Дифференцируемой функции В точке x нулевое Да? То есть, отсюда, во-первых, следует f плюс g дифференцируема В точке x нулевое Да? То есть, вот мы Выполнили определение Там найдется такое число Вот оно f штрих плюс g штрих в точках x нулевое Что выполнено вот это равенство Ну и, во-вторых, мы сразу получили производную Потому что вот это число Это производная И Производная функция Плюс g в точке x нулевое Это и есть сумма производных Смотрите, это понятно? Ну, сумма, конечно, проще всего Давайте еще про произведение Что-нибудь скажем Мы подставляем вот эти штуки То есть, мы складываем вот эти два равенства Сумма двух умалых Дает Тоже умалые Так, теперь я буду доказывать вот это Ну, надо как-то аналогичным образом рассуждать Нас интересует Преращение Произведение f на g в точке x нулевое Ну, что это такое? Это f на g в точке x нулевое Плюс дельта x Я сразу буду расписывать f в точке умножить на g в точке x нулевое плюс дельта x Минус f на g в точке x нулевое То есть, f от x нулевое Множить на g от x нулевое Вот такая разность Как с ней дальше работать? Ну, надо прибавить и вычесть Что-то хорошее Давайте прибавим и вычтем Вот такую штуку f от x нулевое плюс дельта x Умножить на g от x нулевое g от x нулевое Я вначале вычетла, теперь прибавляю Почему это хорошо? Я теперь сгруппирую Вот так Первое с третьим Второе с последним А, давайте, наверное, знаете, как сделаем Я не буду продолжать правительство Я теперь поделю на g от x Да, то есть, будем искать предел отношения превращения функции к превращению аргумента Да, то есть, рассмотрим предел отношения превращения произведения в дельта x Да, и вот этот предел, он и будет производный Если он будет конечным, то тогда функция дифференцируема Да, и результат этого предела должна происходить Так, ну вот как у меня сгруппировано Да, я теперь делю на дельта x И разбиваю на два предела f от x нулевое плюс дельта x За скобками, да А в скобках, смотрите, получается дельта g g от x нулевое плюс дельта x Минус g от x нулевое Согласны? Плюс второй предел То, что подчеркнуто двумя линиями Там g от x нулевое уносится И остается этот x нулевое плюс дельта x Минус этот x нулевое, вот это дельта r Умножить на g от x нулевое, делить на дельта x Вот смотрите, понятия длина, такой переход А дальше все очень просто Вот это отношение стремится к производной g штрих в точке x нулевое, а f от x нулевое плюс дельта x Когда мы дельта x устремляем к нулю, стремится к значению функции Функция в дифференцируема, значит, непрерывно в точке x нулевое, значит, ее предел равен ее значению В точке x нулевое, то есть первое слагание будет иметь предель f от x нулевое, так как x нулевое, умножить на g штрих в точке x нулевое Ну и аналогично сопоставим Дельта f делить на дельта x стремится к f штрих Да, так как функция дифференцируема по условию Ну а жертв x нулевое, так и есть это констант Знаете, тогда сумма вот этих пределов даст нам f от x нулевое умножить на g штрих Плюс f штрих от x нулевое умножить на g Пожарная тревога Пожарная тревога Жажурла Я сгоняю Не знаю, следы монет, я предлагаю Пожарную тревогу Продолжаем Продолжаем Так, вопросы В третьем я не буду доказывать Но в третьем я могу вам посоветовать В начале единицы делить на g Доказать Да, то есть вот такую штуку доказать А мы просто не можем ли расписать это как f уложить на g минус 1 Тогда все будет естественно понятно Так вот, надо доказать тогда для 1 делить на g Ну, что такое g минус 1 Что, минус ферму на g Вы же уже брали производную от минусов степени Ну, это сложная функция Сложную функцию мы пока не доказали Не, здесь вот так надо делать Да, вот так и доказать Оно точно так же как с произведением Да, надо написать превращение У вас будет разность таких дробей Привести их к общему знаменателю Откуда вылезет Там внизу будет произведение gf0 и ga в точке x0 плюс Δx Да, вот по непрерывности Придете вот к этому Обчислите, и получится Превращение функции g То есть вот такое вспомогательное доказать И тогда вот это уже как произведение Что, напрягает? Да Нет Так, все, тогда мы это доказали Кстати, а все помнят, что такое дифференциал? Да Да, все помнят Я хочу сейчас формулировать Это логичная теорема с дифференциалами Следствие Пусть две функции f и g Дифференцированы В точке x0 Тогда верны вот такие равенства Дифференциал функции f плюс g В точке x0 Это и есть сумма дифференциалов Дифференцирован 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 Да Дифференцирован Дифференцирован Плюс наоборот Ну и дифференциал частного Дифференцирован g на df в точке x0 минус r на dg в точке x0 и делить на g квадрат в точке x0 Так Вот Ну если вы знаете что такое дифференциал то тут вообще никаких проблем нет Да Дифференциал функции в точке x0 с превращением дельта x определяется таким образом Это производная умножить на дельта x Да То есть вот это определение Ну вот тут обычно да дельта x не пишут да и рассматривают только точку Когда речь идёт о нескольких функциях то дельта x считают одинаковым Да То есть вот здесь да когда у вас ну дк уже есть да то вы считаете дельта x одинаковым То есть то превращение которое издаётся x0 здесь и здесь одно и то же Да да и вот если это учитывать то тогда вот то равенство первое откуда следует ну у вас просто вот здесь f-штрих умножается на дельта x а здесь g-штрих умножается на дельта x а здесь сумма производных умножается на дельта x всё То есть это вот первое равенство то умноженное на дельта x да То есть тут доказывать нечего, фактически. Просто надо умножить те три равенства на Δx. То есть мы рассматриваем их нестанкно, как это сумма, что вот в двух примерах. Формально, да, дифференциалы у вас зависят от точки и от приращения. От точки зависит производная, вы ее умножаете на приращение. Просто вот эти формулы, они иногда полезны. То есть иногда полезнее работать с дифференциалами, чем с производным. Ну, а доказывать тут, конечно, нечего. В третьем надо потребовать. Выше откосновение равнялось нулю. Так, идем дальше. Производная сложной функции. Давайте вот это. Итак, теорема – производная сложной функции. Производная сложной функции. Пусть у нас функция f действует из e1 в e2. Вот нам сейчас надо определить, дать такие условия, чтобы можно было говорить про сложную функцию. Функция g действует из e2 в r. f дифференцируема в точке x0 из e1. g деференцируема в точке y0, равная r от x0. Все. Тогда Что у нас получается? g от f от x. Да, вот такая функция. В начале Доберем x из e1, получаем его под x из e2 и к нему применяем g. Значит, вот такая функция, она дифференцируема в точке x0. И ее производная в точке x0 – это есть произведение функции g в точке f от x0 умножить на производную функции f в точке x0. Да, вот эта формула вам знакома. Производная сложная функция. Нужно умножать производную внешней функции от своего аргумента на производную внутренней функции. Доказательство здесь тоже простое. Ну и давайте опять распишем дифференцируемость. Итак, функция r дифференцируема. Да, это значит, что превращение функции в точке x0 представима в виде производной в точке x0 умножить на θx плюс умалая θx при θx, стремящемся к нулю. Это у нас есть. Теперь, функция g дифференцируема в точке y0. Значит, превращение функции g в точке y0. Да, что это такое? y0 создаем превращение в дельта y. Да, и это будет g в точке y0 умножить на дельта y плюс умалая дельта y. И дельта y, стремящемся к нулю. Смотрите. Все то же самое, но только аргумент у нее иди. А что нам нужно? Нам нужна функция g от f. Да, то есть нас интересует превращение функции g от f. g от f от x0 плюс дельта x минус g от f от x0. Ну, вот, д от x0 у нас обозначено y0. Да, то есть вот второе слагаемое это g от y0. А что такое первое слагаемое? g от f от x0 плюс дельта x. Ну, давайте его назовем г от x0 плюс дельта y. Да, то есть это точка y0 с некоторым превращением. Ну, то есть вот эта разность, это не что иное, как разность, которая написана строчкой выше. Да? То есть это превращение функции g в точке y0. Мы берем точку, смещенную на какой-то дельта и век, и вычитаем значение функции в точке самой y0. Да, то есть вот эта разность. Ну, так она представима вот таким вот образом. Это g штрих в точке y0 умножить на дельта и век плюс у малая дельта и век. Да? Вот это верно при дельта и веке в точке 0. Да, то есть вот. Если дельта и веке в точке 0, то вот это мы можем написать. То есть это просто подсмотрит. Да. Так, а как-то мы просто подставим. То есть мы вот это знаем из условия дифференцированности функций решения. И сюда просто подставим. Ну, давайте смотреть. А что мы еще знаем? Вот это дельта и век. Что такое дельта и век? Дельта и век это была величина, на которую вот здесь изменился аргумент функции g. То есть это разность между вот этим аргументом и вот этим аргументом. Глазная? Да, то есть где дельта и веке, это есть разность между вот этим и вот этим. То есть это f от x0 плюс дельта и веке минус f от x0. Ну, так как мне что, ну, это дельта и веке в точке x0. А про дельта и в точке x0 мы знаем, у нас здесь первая разница. Ну, вот только проблема. Смотрите. Первое равенство у нас верно при дельте и веке, стремящемся к нулю. Да? А мы сейчас записали равенство, которое верно при дельте и веке, стремящемся к нулю. Ну, вот что мы точно знаем? Мы точно знаем непрерывность вот этой функции. Да? Мы это доказывали, когда говорили про непрерывные функции, что суперпозиция непрерывных функций непрерывна. Это значит, что... А, сейчас, нет, не то. Сейчас, вернее, это функция. Смотрите, дельта и веке. Веке это ведь функция от x. Пункция f непрерывна. Так, функция f дифференцируема, а значит, непрерывно. Это значит, что если дельта и веке стремится к нулю, то тогда и дельта и веке стремится к нулю и наоборот. Да, непрерывность функции означает равносильность вот этих двух переходов. Согласны? То есть мы можем вот одно из этих предельных переходов заменять на другое. Потому что функция f непрерывна. Так, окей? Да, вот это понятно? Ну, потому что вот это, наверное, единственный здесь тонкий момент. Только дальше все. Мы теперь вместо дельта и веке подставляем вот это представление. Так, куда мне писать? Давайте я вот вот это я сутру. Итак, продолжаю. Равно вот сюда. g штрих в точке век 0 умножить на дельта и век. А дельта и век это дельта f в точке век с 0. То есть это будет f штрих в точке век с 0. Умножить на дельта и век с плюсомолы от дельта и век с. Сейчас, извините, пожалуйста. Алло, да, Сань. Алло. Алло. Алло, Сань. Да. А тебя не понимают, что? Ты прикинься, ученица. Чего? У меня сейчас легче. Если что, я не понимаю, что она. Ага, давай. Раз, раз. Раз. Слышно меня? Угу. Извините, пожалуйста. Так, это мы подставили дельта и век, да, и плюс о малое. Ну вот с о малым давайте разбираться. Вот это о малое. О малое надо расписать по определению. Да, что такое о малое от дельта и век. Ну это какая-то альфа от дельта и век, которая стремится к нулю, умножить на дельта и век. Да? Так, продолжаем. Раскрываем скобки. Ж штрих от и век 0 на f штрих от и век 0 плюс. А дальше все, что плюс, я хочу собрать в... О, в малую. Да, вот нам нужно, чтобы получилось все малое от дельта и век. Почему оно получится? Там у нас у малого от дельта и век, да? И то же самое, что у малого, если я не знаю, в чем-то шла. Может, я не знаю, зачем. А, нет, надо сюда просто еще дельта и век подставить. Дельта и век, это же, ну, вот мы его только что подставили. Это вот это вот было, да? Значит, мы его еще раз сюда подставить. Так, штрих от и век 0 на дельта и век. Плюс о малое от дельта и век. Вот, вот так. Так, и вот теперь я собираю все, что осталось. И там будет множитель дельта и век. Значит, что там будет? Вот эта часть, это же штрих от и век 0. Значит, давайте вот это альпа 1 была. Значит, вот тут будет альпа 2 от дельта и век. Так, нужны пояснения. Вот это альпа 2 от дельта и век умножить на дельта и век. Вот оно сюда вошло. Плюс вот тут умножаем альпа 1 от дельта и век на f штрих от x 0. Так, и вот это у малой мы тоже расписали. Это альпа 3 от дельта и век умножить на дельта и век. И тогда сюда плюс, что получается альпа 1 на альпа 3. По-моему, вот так. Смотрите, пожалуйста. Да. Вот она. Вот она. Мы раскрываем скобки. Потеряли. Вот тут еще дельта икс. Да. Да, спасибо, дельта икс потерялся. Он, конечно, должен быть. Так, смотрите. Остальное в порядке. Ну, она уже бесконечно малая такая. Да, да. То есть вот теперь вот эта длинная скобка, тут от нее нужно только, чтобы она стремилась к нулю. Почему она стремится к нулю? Ну, потому что вот эта альпа стремится к нулю, умножается на число. Вот эта альпа стремится к нулю, да, потому что она вот здесь стремилась к нулю, при дельта икс, стремящемся к нулю. Но мы поняли, что дельта икс стремится к нулю. Тогда и только тогда, когда дельта икс стремится к нулю. Поэтому вот эта альпа, это тоже бесконечно малая умножить на число. Ну, а здесь еще круче, да, тут умножаются две бесконечно малые друг на друг. Значит, вот вся эта огромная скобка, От нее нужно только стремление к нулю при дельта х, стремящемся к нулю. И это, конечно, выполнено. Итак, что у нас получилось? Это было представление для приращения функции g от f в точки х0. Оно представимо в виде дельта х умножить на какую-то константу плюс дельта х умножить на бесконечно малое. То есть плюсом малое, вот это все, это есть малое дельта х. Итак, приращение функции g от f представимо в виде дельта х умноженное число плюсом малое дельта х. Значит, вот это число, это и есть производная. Следовательно, g от f от x, производная в точке x нулевое, равно g' от y0, умножить на f' от x0. Ну, а y0 это f от x0. Я уже не буду подставлять. То есть вот наша формула, она получилась. То есть в доказательстве этой теоремы заключается, ну вот надо два этих правильства записания подставить одно в другое. И убедиться, что у вас вот этот хвост, это и есть помалое. А тонкий момент, это переход от Δx к стремящемуся к нулю к Δx к стремящемуся к нулю. Надо понимать, что за счет непрерывности функции f это одно и то же. Ребята, вопросы? Можно вопрос еще? По основу с переходами между Δx к Δx к Δx? Да. Это непрерывность функции f. Что значит непрерывная функция? Значит, мы про предельную точку говорим. Значит, предел равен значения. Предел при x стремящемся к x0 это то же самое, что Δx стремящемся к нулю. Это просто сдвиг. Значит, f от x стремится к f от x0. Комнастина тому, что превращение функции стремится к нулю. То есть, f дифференцируема по условию, значит, она непрерывна, значит, у нас вот эти переходы равносильны. Так, ну, если все нормально, тогда следующее теорема. Производная обратной функции. Ну, египет 0, да, это значение функции f в точке x0. Мы где-то это записали. А, вот, в условии теорема. Так, следующая теорема по производной обратной функции. По производной обратной функции. Сформулируем ее таким образом. Пусть функция f... Сейчас, нет. Так. А, ну, ладно. Да. Так. Давайте f от x. Вот она задана из e1. Имеет значение e2. И есть обратная к ней функция. f минус 1. Ее удобней... Ее аргумент удобно возначать y. То есть, функция f минус 1 от y, которая действует из e2 в e1. То есть, пусть у нас есть две взаимообратные функции. f и f минус 1. Прямая функция f дифференцируема в точке x0. А обратная функция f минус 1 от y непрерывно в точке y0, равной f от x0. И еще одно условие. Значит, f не просто дифференцируема в точке x0, а еще f от x0 не равна нулю. Тогда обратная функция дифференцируема в точке y0. f и ее производная в точке y0 равна, как вы думаете, чему? Чего-чего? Наверное, минус. Минус производная. Не минус? Минус производная. Да. Одна числа обратного в производной. Функция f в точке x0. Мы потребовали, чтобы не зоня был. Да, это делить будем. Итак, вот такая формула. Производная обратная функция привлечена обратная к производной. Обратная в смысле обратное действие к умножению. Вот так. И вот это равенство в точке. То есть это равенство между числами. Опять очевидно. Ну что надо сделать? Ну давайте искать предел, который дает нам производная обратная функция. По теореме. По связи дифференцируемости. А, нет. Даже не по теореме. Просто по определению производной. По определению производной. Что такое? Это предел. При дельта y. Стремящемся к нулю. Чего? Превращение функции. Делить на дельта y. Значит, что такое превращение функции? Это значение функции в точке y0 плюс дельта y минус значение функции в точке y0. Да? Согласны? Вопрос. Чему равно значение функции обратной к f в точке y0? Если y0 у нас получалось как раз вот это x0. Ну тогда x0. Правильно? Правильно. Угу. Так. Ну а тут? Ну вот сейчас я дефиленцирую. Вот это x0. Ну так мы сейчас это и делаем. Да. Мы сейчас покажем, что реочислитель это дельта x. Потому что вот эта величина это x0 с некоторым превращением в дельта x. Да? То есть в точке y0. Значение минус 1 равно x0. Но вот в смещенной точке это будет x0 плюс дельта x. Да? То есть весь числитель это дельта x. Ну, не дельта x, но это вот да, соответственно, разность между этим и этим. Так, а вот теперь смотрите. Функция f минус 1. Она непрерывно. Это означает, что если дельта y стремится к нулю, дельта y это как раз превращение к аргументам функции f минус 1. то есть если превращение стремится к нулю, то тогда и превращение функции вот этой вот стремится к нулю. Да. Это значит, что вот это можно менять на дельта x, стремящийся к нулю. Ну, а теперь просто перевернем. Да. То есть непрерывность обратной функции нам позволяет в пределе писать дельта x, стремящийся к нулю. Ну, а вот эта дробь, это не что иное, как 1 делить на дельта y, деленный на дельта x. Да, вот редкий случай, когда уместно трехэтажные дроби. Значит, это можно делать только для того, что надо поправить, а первое, когда 1, где? Сейчас. Значит, это можно делать, потому что у нас производная в точке x0 не 0. То есть предел знаменателя, да, это как раз производная f в точке x0, это не 0. Да, и мы тогда можем написать, что это 1 делить на f' в точке x0. Да, так как f деференцируема, вот ее производная диаметра константа, и мы потребовали, чтобы она не равнилась нулю. Значит, мы вот здесь в пределе можем перейти к 1 делить на предел знаменателя. По пределу дельты y делить на дельта x, но дельта y это не что иное, как разность значений функции в точке функции f в точке x0 плюс дельта x и функции f в точке x0. Сейчас я скажу про это. Вы сказали, что у нас обратная у нас была теорема о том, что дифференцируемость равносильна существованию конечной производной. Мы ищем производную по определению и поняли, что она конечная выражается вот этим со словом. Мы сначала ее вошли. Ну, мы как бы два в одном доказали. Да, мы нашли производную и убедились, что она конечная. Раз есть конечная производная, то функция дифференцируема. Потому что функция непрерывна. Она непрерывна, значит, из того, что ее аргумент стремится к нулю, из того, что превращение аргумента стремится к нулю, следует, что превращение функции. То есть, длиня дельта x это как раз превращение функции. И оно стремится к нулю. Так, еще вопрос. Нет? Так, вот замечание маленькое. Да, вот здесь мы потребовали, чтобы производная не равнялась нулю. Если f' в точке x0 равно нулю, и выполнены остальные условия теоремы, то есть, существует обратная функция, она непрерывна, то тогда производная обратная функция в точке y0 будет бесконечная. Ну, и это следует... То есть, у нас вот здесь все сохраняется до вот этого момента. Да, и здесь мы просто видим, что у нас единицы делить на какую-то бесконечно малую величину. Это будет бесконечно большая. Знак производный тут до знака бесконечности в общем случае не определить. Это зависит от ну, знака производной, да, в окрестности точке x0. Ну, вот такое утверждать можно. Ну, можно пример привести. Вот у нас уже был пример бесконечно производный. Да, вот у нас у нас была функция y равная кубический колен из x. Обратная к ней функция на y-1. у этой функции производная в нуле равна нуле, у этой функции производная в нуле равна нулё, Вот они взаимнообратные. Ну, и еще, наверное, вы знаете, как связаны графики взаимнообратных функций. Они симметричны относительно прямой y равно x. Поэтому, если вы знаете, как проходит касательная к одной из функций. Если у вас касательная к одной из функций вертикальна, то касательная к обратной к ней будет горизонтальна. Потому что графики симметричны. То есть, если вы вертикально прямой отражаете относительно прямой y равно x, то она становится горизонтальной. И наоборот. Поэтому вот, да, геометрически это очень понятно. Ребят, вопросы? Ну, тогда сейчас я еще... Можно вопрос, пожалуйста. У нас очень такая фротекс, получается, у нас производная, ну, которая корень на 3-м цепи неизвестна. Да, здесь производная в нуле, в точке 0 бесконечно. А в этой функции производная равна нуле. То есть, вот это... Ну, и в другую сторону. Ну, да, если поднять их местами, то будет пример вот к этому. Но здесь и в обратную сторону верно. То есть, если у вас есть бесконечность, то здесь будет много. Поэтому... Важно, чтобы непрерывность обратной функции выполнялась. Да, если ее нет, то... Да, вот мы не можем этот переход делать. То есть, ну, мы здесь... Как-то здесь перехода по лидерам, так? Дэбит, 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 это одно и то же, и там были... Да. Да. Так, я хочу начать. Следующий параграф. Это таблица производных. Я хочу ее сейчас написать. А догадательства, наверное, мы будем обсуждать после перерыва. Ну, что, я просто пишу элементарные функции, их производные. Начинаем с константы. Продолжение следует... Значит, константа степенная функция, показательная с основанием Е, с производным основанием. Логарифмическая. Удобно брать логарифм модуля Х, да, чтобы как-то была область определения пошире. То есть, тут при всех Х неравна к нулю определена. И логарифмическая с основанием А, неравна к единице, больше нуля. Так, чего еще? Синус, косинус. Презводная синуса, косинус, косинус, минус, синус. Так, здесь катангенс. Ну и обратное, геометрические. Продолжение следует. Все. И вот эти формулы верны для любого икса из области определения. Ну и вообще-то надо сделать переход такой. Мы до сих пор говорили о производной точке. Вот точка икс ноль, да, производная в этой точке это число. Теперь мы будем говорить о производной как о функции. То есть что делается? То есть перебираются все точки икс ноль из множества на котором функция дифференцируема. И тогда производная становится тоже функцией. Да, вот точки. Да, окей? Мы тогда можем рассматривать производную как новую функцию, которая порождена, ну вот, исходная функция ТАПС. Да, в каждой точке берем производную и получаем новую функцию. Ну и вот здесь написано таблицу производных. Она верна. Да, для каждой функции на ее области определения. Не доказывать не надо. Нет, доказывать это надо. Надо, ну, во-первых, узнать наизусть, да, постарайтесь не путаться. Во-вторых, надо уметь доказывать. Это вот из вопросов, которые... Вот надо человеку вытянуть на троечку, да? Уже вам на какой-нибудь последней пересдаче. Вот просят его, ну, докажи производную синусы хотя бы, да? Вот. То есть обычно, да, доказательства, они... Ну, это простые доказательства. Мы сейчас обсудим, я как все подряд не буду, но обсудим как-то точечно вот каких-то из этих формул, как они доказываются. Ну, а так вы должны уметь вот любую из них доказывать. Что? Зачем 6-го? Нет. Через 3-го. А, через 3-го. Нет, обратный докажем по теореме производной обратной. Это самое простое. Так, ну я предлагаю сейчас перерыв, и после перерыва обсудим, мы пойдем к французским теоремам. Спасибо.